Собственно, эта лекция предвосхищает наш весь воршоп в будущем. И здесь у меня попытались расстать какие-то рэперы, и представление о том, почему нам интересно работать с этими адаптивными системами на основе программируемых материалов. И что такое программируемый материал, и в общем, в понедельном широком плане. Итак, архиектор всегда занимался тем, что наша материальность каким-то образом... То есть он создал нашу материальную среду. Создал он этими разными способами даваться... Собственно, когда там здесь все-таки большинство архиекторов, даваться в этом нет особого смысла. Но за последнее время очень сильно сменилось на общее представление о том, что такое у меня есть материя. Потому что мы теперь работаем не с какими-то отдельными блоками этой материи, в виде кирпичей или каких-то смесей, а мы понимаем, как работает материал на очень глубоком уровне, плюс развитие всей общей технологической составляющей, которая вокруг нас происходит в разных науках, начиная от биологии, физики, робототехники и каких-то нанотехнологий. Но мы понимаем, что, условно говоря, мы начали... Мы практически, условно говоря, жили 30 лет назад в одном мире материальном, а сейчас живем в другом мире материальном. И это для нас довольно-таки большое потрясение, на самом-то, когда начинаешь заниматься глубоко. Вот. Потому что, во-первых, это дает огромные новые возможности, но, собственно, они дают возможности на такие довольно-таки абстрактные. И непонятно, собственно, как этим пользоваться. И для чего они пользуются? Что мы хотим? Архитектор всегда стремится к тому, чтобы, собственно, отвечать своей архитектурой тому образу жизни, те представления, которые существуют сейчас. Ну и очень хороший архитектор, вроде бы, должен предсказать, представить, как это должно быть в будущем. Потому что, собственно, даже в тот момент производства проекта и реализации проекта, строительства проекта, запуск его уже в рабочем состоянии, говорит нам о том, что это довольно-таки большой запас времени, говорит оно, что мы не можем так просто делать все архитектуры, проектировать архитектуру в сегодняшнем моменте. Мы должны всегда проектировать эту архитектуру в каком-то неком завтрашнем моменте. Таким образом, чтобы, когда через год ваше здание войдет, хорошо, если через год, а на самом деле через пять лет, когда войдет в эксплуатацию, чтобы это здание, как минимум, отвечало не в пятилетней давности запланированным событиям, а тому, что конкретно в это пять лет. И еще плюс, сколько там должно прожить, еще, как минимум, не знаю, 5 лет. Для того, чтобы и отвечать тем функциям, которые будут совсем новые. А мир изменяется еще довольно-таки сильно, и если посмотреть, просто смотреть на те линейки изменения, которые происходят с разными технологиями, с разными зонами нашей жизни, они довольно-таки сильно меняются. Значит, изменяется наше представление о пространстве, о том, какое должно пространство быть, о прозрачности пространства, о том, какой роли играем в этом пространстве. Мы понимаем, что если у нас была до этого довольно пассивная роль, то мы все больше и больше становимся активными участниками пространства. Причем это согласует с тем, как мы работаем в том же интернете, то есть довольно-таки исчисляющаяся тема. Плюс все больше мы понимаем, что мы хотим, чтобы наша арктура была предельно мало, забирала ресурсов природы так, чтобы что-то у природы все-таки осталось для нее самой. И все эти рассуждения о пассивных зданиях, и не только пассивных, но и активных зданиях, которые производят, все это довольно-таки важная тема. И это случилось будет, то есть это случается прямо сейчас на глазах. Соответственно, если мы сейчас что-то коллективируем сейчас, то через 5 лет нам надо всегда думать о том, что будет через, как изменятся взгляды через 5 лет. И, собственно, стремиться делать артисты, которая должна быть где-то в будущем. В какой-то момент, собственно, размышляя об этих процессах, мне пришлось ввести определенные… попытаться осмыслить то, что происходит, ввести новые какие-то терминалы. Потому что это абсолютно авторская как бы сейчас стартовка будет. Я не хочу, чтобы вы там сильно воспринимали как то, что уже принято, и следует именно так называть. Это скорее то, как этот терминал, который будет сейчас вводиться на этих двух слайдах, это скорее то представление, которое невозможно было описать по другим способам, поэтому пришлось внести какие-то новые термины. Это как раз связано с тем, с глубокой перестройкой всего процесса представления о материальности. И хотя наш воркшоп, он будет… Хотя там… хотя… хотя… вроде как, ну, материя остается материей, но в то же время вот эти глубокие перестройки, которые мы затронули, они довольно-таки сильно меняют, могут поменять работу с архитектурой как таковой, вообще представление об архитектуре. Возможно даже, что, условно говоря, через, предположим, 100-150 лет, то, что сейчас мы называем архитектурой, оно, в принципе, будет неактуально. Собственно, поговорим немножко об этом. Для чего этому сейчас важно? Вот у нас воркшоп довольно предельно практически вроде как будет. Но те вопросы, которые в нем будут рассматриваться, в том числе, они нас как раз… собственно, по этому воркшопу и мы этот воркшоп делаем. Потому что те вопросы, которые будут рассматриваться на нем, позволяют нам перейти на некую новую ступеньку к некому новому будущему в архитектуре. И это связано не только с технологией, это связано, в первую очередь, с нашим именно представлением о материи, о физическом пространстве, о виртуальном, в меньшей степени то, что вообще виртуальность сейчас довольно-таки интересно происходит в процессности, что если еще 10 лет назад оппозиция виртуальная, реальная, довольно-таки была важна для нас, то сейчас она все меньше уходит, потому что, собственно, виртуальность до такой степени вписывается в нашу жизнь, что, ну, как бы разделять уже бессмысленно, то есть вопрос такая реальность, вот она такая смешанная. Так вот, существует в описании исторических процессов, существует две модели, с помощью которых описывают, как меняется, как переходит из одной фазы в другую человечество, в общем, развитие человечества. Есть так называемые волны Тофлера, которые, можно здесь как раз увидеть, которые, можно здесь увидеть, есть три волны больших, аграрные, индустриальные и просто индустриальные. Это действительно огромные волны, то есть они затрагивают, там, аграрно, начиная от 6000 лет назад до 18-го века происходило только развитие этой огромной аграрной волны. Потом происходит весь эпоха индустриализации, то есть как раз с 18-го века примерно по конец 20-го века. И вот в постиндустриальное, в котором мы сейчас находимся, которое сейчас начало развиваться. И здесь важно понимать, что мы пока не знаем, мы не знаем, во-первых, длины этой волны, может быть, какая-то еще появится. Вот. И это все непредсказуемо, то есть мы просто как бы можем немножко дегстраполировать. В то же время существует, например, такая система описания развития технологий, как технологические уклады. Собственно, технологические уклады, они начинаются тогда, когда начинается индустриальная революция и вообще новая индустриальная волна. И, собственно, там попрос по порядку, а не два, три, четыре, пять, шесть. И она каждый раз просто описывает некие базовые технологии, которые в это время присутствуют в мире и каким-то образом его сильно изменяют. То есть некие базовые технологии, которым подчинены все остальные изменения в обществе. Вот. И сейчас, собственно, мы находимся в том момент, когда развивается вот, собственно, с той технологической укладкой, который начался, он начинается прямо сейчас, он сейчас происходит, где-то на последние пять-десять лет. Когда у нас происходит очень бурное развитие нанотехнологий, биотехнологий, биотеха. То есть все, что связано с некими способами синтезирования новой материальности практически. То есть если мы все технологии до этого позволяли создавать некие механизмы в большей степени, некие электронные системы, которые использовали тот опыт, который у нас существует, то сейчас мы практически переходим именно к синтезу материальности. И начинается вот это все нано, био. Это как раз все ключевые технологии именно об этом. Так вот. И если говорить о том, какая архитектура должна быть при этом, то появляется некое такое предощущение. Именно предощущение, то есть даже это не ощущение, это скорее предпосылка. Потому что очень трудно говорить о том, что будет и происходит в тот момент, когда ты еще не находишься в волне. То есть представьте такую огромную-огромную волну в несколько этажей, когда ты находишься в ее начале, ты понимаешь, что это та самая волна, которая через несколько мгновений станет такой огромной. Потому что ты в начале этой фазы находишься. Но есть такое предощущение, что архитектура в принципе начинает переходить от некого жесткого состояния привязки к конструкции, привязки к материи к какому-то другому, такому пулевому способу обращения со сведой. Я, в основном, называю ее конструкционная волна, в которой мы сейчас находимся, которая сейчас постепенно сходит на нет. Постепенно-постепенно. То есть, опять же, невозможно предсказать, как она будет долго происходить. Но явно появляются какие-то признаки того, что появляются какие-то новые способы работы с материей. Я ее назову полевая архитектура. В чем отличие? Если во всей архитектуре всегда работает с чем-то, вообще всегда работает. Представьте, что всю историю архитектуры, которая началась несколько тысячелетий назад и до исходящего времени, она всегда работает с некими границами, некими правилами, ограничениями, разграничениями и некими четко структурированными функциями. Словом говоря, здесь есть пространство, стена есть стена. То есть, в смысле, не может быть стена пространством, а пространство стеной. Это даже как бы трудно представить. В то же время, если представить, здесь смотреть сначала на арт-проекты, которые существовали, которые начали развиваться где-то в 50-х, 60-х годах, 70-х годах, в которых начали работать некоторые бложники с некими туманами. То есть, они пытались среду описывать не с точки зрения каких-то базовых объемов, трэперов, каких-то четких представимых объектов, а пытались сначала в творческом плане изобразить пространство в виде неких облаков, не тумана. Потом это постепенно тикачует в архитектуру. Я специально не буду об этом сильно останавливаться, потому что это как бы не... Просто долгий разговор. Это предмет отдельной лекции. В принципе, на прошлый год на стрелке, если не имеет память, если не будет такой разговор. Вот. Поэтому, кто, собственно, в прошлый год был на стрелке, в принципе, какие-то сайты будут уже не новые. Так вот, что есть поле и почему нам сейчас становится так интересно? В первую очередь, поле — это некое пространство, заполненное неважно чем, некими элементами или карпусскими, не знаю, частицами. В принципе, это все то, что составляет это поле. Каждый из отдельных этих элементов он может менять свои свойства постепенно, не перескакивая, не включая из одного в другое, хотя такое возможно тоже. Переначивая из одного состояния в другое, в третье, в четвертое, в пятое. И самая такая огромная машинка, такая полевая машинка, это, собственно, например, наша, вообще, вся климатическая, весь климат Земли, вся атмосфера Земли, которая меняется климат. Если представить здесь Землю как некое огромное пространство, собственно, то в одной части здесь холодно, сухой воздух, уплотненный воздух, в другой — разряженный воздух, сырой, теплый. Таким образом, некая среда одна, а ее свойства постепенно переходят из одного в другое. Так вот, это основное свойство, которое постепенно мы начинаем все больше стремить. Начинаем с художественных проектов и постепенно все больше и больше работая с полем, как с неким основным способом работы со средой, с пространством, с неким телом. Любой монитор, любой экран, он практически то же самое поле. В смысле, здесь есть набор пикселей, который в каждом моменте изменяется от черного к белому, от желтого к красному. Теперь, если дальше идти, дальше контажировать, то можно себе представить, как таким образом может вести себя материя. То есть, где-то уплотняться, где-то разряжаться. Таким образом, вы не имеете четкости, но вы имеете среду, которая постоянно адаптируется. И в этом есть как раз огромный потенциал, который нам интересен. И на самом деле, на этом блоксопе в этом раз и в том числе и будем на самом деле разрабатывать поле. Только поле не трехмерное, не то, что меняет пространство, прямо самого, каждый объем, мелкий объем пространства. некая оболочка, которая будет работать как двухмерное поле. Этот слайд рассказывает о том, как изменяются наши, как изменяются подходы к разным масштабам в архитектуре. Основная терминология, которая здесь, это, собственно, гомогены и гетерогены. Гетероген – это разнородность, когда все элементы какие-то разнообразные. Так вот, пытаясь, опять же, описать те процессы, которые происходит сейчас, стало заметно, что у нас как раз на разных масштабах происходят разные переходы от гомогенов и гетерогенов, или, наоборот, от гетерогенов и гомогенов. И здесь, например, видно, собственно, покажу такие съемки, в которых как раз, можно посмотреть, если, например, у нас городская ткань, если она проектировалась, значит, было традиционно, в середине века проектировалась, как некая обособленная функция, которая разбросана по городу, внутри города, собственно, и внутри этой функции было вполне гомогеновое пространство, которое не как завод, заводская территория, а жулье, жулье. То сейчас все больше и больше происходит усиление пуль функциональных пространств, в которых одновременно происходит куча функций, которые меняются из времени от времени к времени, и практически даже объяснить многие назначения некоторых мест очень трудно. Ну, собственно, там, территория паспортных неприят примерно такая территория. То есть здесь происходит очень куча процессов, и на одной территории, например, в разное время происходить куча разных событий, которые должны быть противоречить кучу. В то же время, если мы перейдем на уровне уже здания, то мы увидим обратную реакцию. если сейчас здание все члениться на какие-то объемы, которые, некие объекты, которые составляют, в общем, некое здание, то есть такая ветровьянская такая история, то есть когда мы в лесу имеем окно, стену, балкон, дверь, то есть какие-то некие элементы, которые фиксируются в пространстве и фиксируются как отдельный элемент. То есть это всегда такой некий ансамбль неких объектов, неких элементов. что если мы посмотрим на те изменения, которые происходят, то мы все видим здания, которые все целиком, мы их считаем как некий один объект целиком, и практически вычислить из них некие части, элементы довольно-таки часто бывает трудным, часто просто что вообще некая поверхность, которая сама себя описывает. То есть таким образом мы переходим от гетерогенов в состоянии к гемогенов. И спустившись на уровень ниже и под уровень еще, на ниже уровень, мы получим то, что нам интересно. То есть для нашего воркшопа это может быть интересно. Это то, что происходит с элементами зданиями, и то, что происходит с материалами. Если, опять же, мы имели на уровне элемента здания довольно-таки однообразную структуру, то стена, мы видим ее как некую, за структуру стену, тем более, мы видим как один объем. Вообще, в принципе, его проектируем как некий один объем, который имеет эту функцию. То, посмотрев на развитие, начиная с хайтека, постепенно, после развития 80-х годов происходит, у нас все больше детализируется сама структура, с которой состоит здание. Одна из больших причин этого довольно-таки такая, очень экономическая, но очень важная. Это позволяет нам, вроде как усложняя саму технологию производства здания, нам позволяет работать со сложной структурой, но таким образом мы добиваемся большого облегчения конструкции. Один из самых больших вопросов, как здание сделать более легким. Это одновременно экономический вопрос, потому что, естественно, чем больше здание весит, тем оно больше требует фундаментов, что является достаточно дорогим. и качает тем, что у нас, в принципе, работа с немного другим представлением о ценности конструкции, в которой очень важную роль играет такая тоже поле функциональность. То есть, условно говоря, такое отношение к структуре позволяет нам одновременно в одной структуре работать с неким веером функции, которые мы можем подстраивать под условия. Например, то же самое происходит с материалами. С материалами всё сложнее в том смысле, что в долгое время у нас было очень ограниченное количество материалов. История 4 – это тысячелетие истории кирпича, на самом деле, с небольшими изменениями. Но в последние столетия очень бурно развивается материаловедение, и мы доходим до того уровня, когда мы начинаем проектировать собственные материалы. И об этом тоже поговорим, но на главном смысле, что материал становится уже не внешним гомогеном единым, а неким набором микроэлементов, которые, сочетаясь, создают новую функцию. В истории есть, к примеру, железо-бетон, когда появился как раз когда вдруг соединив две материи разных, бетон и сталь, мы получили некую конструкцию, некий новый материал, хотя как бы это одновременная конструкция материала. И кстати, это одна из больших особенностей, как раз современного материалczenia, то есть когда мы понимаем каждый раз, не знаешь, что работаем со структурой. То есть таким образом мы работаем не просто с куском материала, а мы работаем за структурой. Именно в структуре мы ищем некие новые функции, некие новые возможности. И именно работать со структурой позволяет нам экономно получить различные функции из одного материала. Так вот, если простой такой график, то получается, что у нас, если была фаза между городской тканью, целым зданием, элементами здания и материалами, то у нас получается некая синусоида, которая в данный момент просто смещается в сторону, как просто меняется фазу. То есть, в городской ткани из гомогена в гетерогены, в здании мы имеем обратную реакцию из гетерогена в гомогены, и элементов, опять же, из гомогена в гетерогены. Таким образом, и чем это интересно, что, условно, например, параметрическая архитектура, о которой мы будем говорить, она как раз связана с тем, с собственным новым представлением о структурности таковой, и как раз о смещении наших наших опытов архитектурных из комбинаторики элементов в зданиях в разработку как бы некого целостного объема сложно структурирования внутри самоуспеха. Итак, если мы вернемся, собственно, к элементам здания и материалам, то мы имеем здесь я бы выделил два таких направления. что связано с элементами здания? Это как раз работа с некими роботехническими историями, то есть механиками, процессами программного обеспечения, которые слиты воедино, собственно, и выполняют определенную функцию. Единственное, основной вопрос как раз возникает адаптивности это как раз внедрение элементов здания, когда у нас мы имеем не просто узел здания, а некую какую-то сложную структуру, которая еще к тому же может каким-то образом изменяться. То есть к ней подключена электроника, к ней подключены какие-то актуаторы, то есть некие механизмы, которые позволяют приводить в действие эту конструкцию, и мы что-то можем ее как-то таким образом изменять. Двигать жалюзи, сжимать или разжимать конструкции, преднапрягать при увеличении ветровой нагрузки. И вторая стеория как бы собственно более классическая как бы некий многоузловой конструкции, в смысле что опять же мы все больше и больше наше конечное конструкции и больше количества элементов. Это основная металл собственно конструктор. То есть что если если мы конструкцию не просто практически лепили изначально, то теперь мы все больше ее собираем с разных кусков. Мы отдаем на производство на разное производство листовую сталь, какие-то штифты, заклепки, потом все это все сводится и начинает просто собираться. Практически производство, то есть производство здания в среднем производства становится производство автомобиля. И с остальными материалами тоже можно выделить две стратегии. Это программируем материалы. Это когда как раз мы можем задавать структуру материалов таким образом, что мы начинаем материал подбирать под свойства, необходимые нам. То есть мы даже не ее подбираем, мы его именно создаем под свойства, таким образом, как мы практически программируем, создаем материал, который будет действовать так, как нам необходимо, чтобы он действовал. И в этом тоже заложено свойство адаптивности, которое позволяет материалу в зависимости от приходящих к нему условий, каких-то определенных условий среды, отвечать на это все, отвечать, реагировать на это следы. И следующее это история с нанотехникой любой, которая основана на комбинаторных свойствах и на производственных. В чем отличие, условно говоря? Сейчас мы пройдемся по каждой и посмотрим. если говоря о микротронике, есть такой пластический проект, который мы постоянно показываем, нам приходят в лаборатории люди, которым мы постоянно показываем этот проект, который довольно-таки показательный. В том числе, что они нам приходят наниматься работодателем, которые мы сейчас ищем. И они пытаются его взломать. Понять, как он работает. Здесь хорошо видно, как он такой очень довольно-таки архитектурный. Это некая поверхность гипсерплейский. Видно, как куча элементов снабжены. Внутри видно, как они снаружи. Куча треугольников, которые двигаются, могут создавать рельеф. Причем они динамические и очень быстрые. Но и каждый узел состоит довольно-таки сложный. И вот весь, если посмотреть внутри, причем это такая прослойка внутренняя, мы еще всего механизма не видим. Это очень сложная система. То есть каждый пиксель это управляемая система. Практически это куча мелких роботов, которые двигают каждую ячейку. Они подключены к остальным процессорам. не знаем, до конца мы здесь не знаем, но можно это общая система. здесь есть два подхода. Условно говоря, когда есть у нас центральная система управления, когда есть, условно говоря, большой, очень мощный компьютер, который каждой ячейке, каждому элементу, как каждый механизм, который, собственно, дает тот сигнал, которому необходим. мы все системы управляем с одного места. Это такая а-ля человеческая история, что есть центральный мозг. Есть более интересная история, которая, но, правда, более сложная, когда у нас каждый элемент управляется отдельным микропроцессором, отдельной системой, которая принимает сигнал из-за каким-то образом и перерабатывает и выдает результат. Практически на самом деле каждая система центрального проблем более-менее распределена, потому что каждый элемент зачастую имеет собственный микропроцессор, который интерпретирует то, какой сигнал приходит от главного компьютера. Так вот, здесь видно, как увеличение сложности, которая по факту может быть часто не всегда оправданная. Это такая жесткая структура. И в этой жесткости, в этой предсказуемости есть определенная нестабильность этой системы. Перескочить сразу на нанотехнологии. Собственно, я думаю, что уже бессмысленно говорит, что такое нано, структура, тем более нанотехнологии нет, и у нас все надо теперь. Но есть два направления, которые могут быть нам интересны для представления о том, как меняется материальность. в первую очередь это именно создание неких структур, новых производств, неких новых структур. И на самом деле один из самых крутых нанороботов есть в каждой живой клетке рипосома, которая синтезирует белок. То есть это наноробот это сложная органосность, состоящая из двух частей, которые через себя проводят аминолепулу аминокислоты и производят белок. И он именно производит, то есть практически это некая фабрика. Я до сих пор пытаюсь статизировать, хотя бы уже научились. Вот. И по этому принципу собственно как раз пытаются идти нанотехнология в том смысле, что именно создавать некие фабрики неких нанороботов, будут производить материю. Вот здесь нам, например, показано как некая молекулярная фабрика устанавливает в необходимом запрограммированном месте несколько молекул низких атомов углерода. А есть другая история. Первая история, когда мы производим новую материю или ее улучшаем. Одна поверхность мы постепенно нарастили. Надо сказать, что это дает. Это довольно-таки уникальные свойства, которые в материалах хитрые отражения, переломления или очень, например, жесткие структуры, которые нельзя произвести. Или наоборот, очень мягкие структуры и очень упругие структуры. Или структуры, которые одновременно могут светить, отражать, преломлять, заряжать и так далее. То есть, что это быть многофициальными. И вторая история такая, это такая концепция Faglet, которая есть, собственно, некий туман, некая цифровая длина, которая на самом деле состоит из микро-нано-роботов, которые перекомбинируются в каждый раз в новую систему. И сейчас это происходит на уровне довольно-таки больших роботов. они могут поместиться на монету или чуть больше. Но, в любом случае, они пока совсем не нахуй. Переходя к конструкциям. Здесь, собственно, есть пример. Это мембрана, которая делается в архитерной ассоциации. Вон они. Здесь, собственно, видно, на картинке как декаброземие проработанная конструкция, сложная. Но она одновременно позволяет как раз здесь концепция полиметрических картинок как раз воплоте реализованности в том смысле, что здесь мы видим оболочку, то есть, если представить ее как некая изначальная форма, то есть, это такая некая гладкая поверхность, которая уже в дальнейшем начинает все больше и больше расчленяться. И на выходе мы получаем конструкцию, которая одновременно защищает насосос в то время, когда нам необходимо насосос защищать насос, они всегда в то же время она пропускает ветер именно оттуда, откуда обычно идет ветер. Она защищает нас от осадков в том смысле именно таким образом, чтобы сэкономить материал, в том смысле, опять же, не покрывать все, а лишь оставлять те места, через которые у нас пройти дождь. В смысле, что таким образом мы как бы каждый элемент, мы об этом о концепции еще поговорим вот этому, новому цифровому морфогенезу, то, что для нас он, и в процессе бортшопа будет довольно-таки важен. И здесь каждый элемент, он взаимосвязан со всеми другими и работает на общее целое. То есть это такая синергия именно в безначально протестурном значении. программируем материалов программируем материалов. Есть ли возможности, что просто проще найти пару книжек, например, смарт-материалов, который еще был в 2004 году выпущен, или смарт-материалов, который вышел в 2008 году. и стоит только открыть эту книжку, ты просто начинаешь распорнимать все, что это значит. Мы видим материалы, которые одновременно имеют практически кучу всего. При этом они легкие, они эффективно работают, они зачастую в производстве довольно-таки дорогие, но в то же время предположительно, что таким образом мы можем работать с очень легкими структурами. И что для нас очень важно, если переходить опять же к первому, не первому, к предыдущему примеру материала. главный принцип этих материалов про обычное сочетание. То есть сочетание отдельных материалов, сочетание узлов каких-то, сочетание внутри себя. И повторюсь, что таким образом мы переходим от материала как некого единого целого к материалу как некой структуры. И здесь повозникает оппозиция между неким живым и технологически-механическим. Это довольно-таки философская история, но это то, например, почему мне важно переходить постепенно к более живым структурам. Только надо понять, что такое живое. Так вот, в отличие от существует собственно человек, некое биологическое существо, которое его аксалировало несколько миллионов лет. В процессе эволюции оно приобрело кучу разнообразных разнообразных материалов, из которых оно состоит. Причем надпоминающимся, эти материалы созданы из довольно-таки органичного количества элементов. При том, что они еще к тому же состоятся из клеток, которые берутся из одной. механического Так вот, в отличие от механического, да, это свое существо, может быть, если вступить в бой человек с роботом, может быть, робот выиграет. Скорее всего, он выиграет. Но в то же время, например, такие свойства, как регенерация и некая автономность процессов, происходящих внутри живого граница, некая гибкость, эластичность его живой материи, она довольно-таки существенно выигрывает перед механическим. Во-первых, это связано с производством этого биологического существа. То есть, что это биологическое существо, во-первых, просто это само. Ну, ему, конечно, надо давать поесть, конечно, но это уже другой вопрос. Механическое существо, оно будет, оно работает по-другому. То есть, что у меня существует некий, она работает как некий ансамбль элементов, которые составлены кем-то и здесь не может быть ошибок. То есть, само производство такой материи довольно-таки, оно, собственно, как именно здесь может как раз Рома может добавить по поводу того, что сама пиродима мехатроники говорит о том, что надо все делать точно или четко. В биологическом существе необязательно делать все точно или четко, потому что построится. То есть, биологическое существо, оно, как бы, самый главный его козль это его адаптация, его довольно-таки быстрый способ изменения самого живого живого организма. И при этом все происходит с прямым, с минимальным, с любой механизм, который создан, для него важен постоянный за ним уход, и любая поломка в нем практически может заклинить весь механизм в церковь. И это такое выживание живого организма как раз обеспечивает сложную структуру клеток. И вот это отношение к базовому элементу живого как клетка довольно-таки важная история. То, что и для аптеков это уже не просто какая-то метафора клетка, ячейка, это вполне себе рабочая стратегия. И мы будем пользоваться этими понятиями, чтобы не метафорично, а вполне себе конкретно описывать те архитурные элементы, которые будут создавать. потому, что клетка сама по себе это как раз такой универсальный блок, который как будто бы привыкает ко всем другим, но он немного отличается, каждая клетка немножко отличается. И она работает, и самое главное, что она работает от полной себя автономно, в смысле, что она что если к ней приходит некая топливка, с помощью которого она может жить, то она живет автономно, и она реагирует на среду вокруг себя, и реагирует на сигналы вокруг себя, и на самом деле те механизмы, которые включаются в волосы расти, он включается в механизм не как сигнал к действию, а как реакция на изменение среды, в том числе, что изменяется химический фон, который генируется мозгом, но так и иначе изменяется фон и химический состав, и сама клетка реагирует на это. Так вот, примитивно к нам, к нашему воршопу, к нашему то, что мы будем заниматься неделью, нам как раз мы будем заниматься, что будем соединять как раз две стратегии. Это стратегия как раз многозловой конструкции, вот это параметрический подход именно к созданию конструкции с программированием материалов. И здесь как раз пытаться найти некую правду, некую создать архитектуру, которая будет адаптироваться в нашу случае к климату. Итак, если немного повториться, то что это нам дает? Куда-то сочетание. к чему мы стремимся и что нам позволяет этот подход? Нам это позволяет работать с материей и материальной средой как с неким адаптироваться. И мы начинаем проектировать не какие-то как скреты состояния этого объекта, а всю целиком систему, которая реагирующая на окружающую среду. Автономность и адаптивность. Нам это позволяет разрабатывать автономные элементы, которые должны работать целиком на всю систему. Таким образом, мы адаптируя, изменяя каждый элемент, меняется свойство целиком всей системы. И здесь одновременно получается два проекта стратегии. Сверху вниз и снизу вверх. Топдаун и бутинап. Мы проектируем нашу будущую систему как некую структуру, которую мы проектируем сверху вниз. Но таким образом, что планирует то, что у нас внутри в этой системе содержатся элементы, которые без нашего ведома, по нашему запрограммированному желанию, они каким-то образом реагируют. То есть, если мы ошиблись в программировании этого элемента, значит ошиблись, и ничего не работает. И на самом деле это требует довольно-таки хитрого изменения собственного представления о том, что такое проектирование. Потому что здесь надо мыслить о мино-структуре как нечто о том, что не всегда тебе подвластно. То есть, ты должен ее просто выпустить, и она должна сработать. И сработать она должна практически научить действовать правильно. но не факт, что она будет действовать правильно. И что мы видим на выходе? То, что мы будем делать на ватшопе, это одновременно будет то, что можно будет одновременно назвать и ввести к формуле сложная простота и к формуле простая сложность. В том смысле, что сложная простота, потому что мы будем создавать некий объект, который будет мыслиться как некое единое целое, который не разделенный, не расшлинимый. В то же время каждый элемент будет довольно-таки сложный. надо понимать, если мы с этой сложности работаем, мы будем проектировать эту сложность. В то же время механизмы, которые будут употребимы в самом внутри, они довольно-таки простые. И таким образом мы из простых механизмов пытались достать сложную реакцию на среду. И чем сложнее реакция на среду, в смысле с тем, чем она будет более разнообразно и интересно отвечает на те события, которые происходят вовне, тем это более ценно в архитектуре и в плане функциональности. анализа. И как раз стоит снова вернуться к пониманию все состояния. И как раз эти были эффекты. Здесь на картинке такой практик климатический, когда мы не имеем, то есть у нас будет здесь некую преугольную комнату, пространство, в котором стоят две пластины, которые одна охлажает, другая нагревает. И здесь видно, как раз сохраняется тепло между ними. И как раз здесь получается, что появляются зоны, которые теплые, холодные, а есть пограничные зоны. Практически это такие климатические стены по своему факту. Они даже и как по факту, в смысле что стена в таком образом плане, но в то же время они практически в практически плане, то есть это чувствуется граница и реально там меняются плотности среды, что холодная среда более плотная, теплая, более разрезанная и эта граница чувствуется. Так вот, и мы чем интереснее, мы проектируем таким образом, даже проектируем таким образом не конечные пространства. Мы проектируем некие состояния, некую деформацию состояний, которые могут меняться в зависимости от изменяющихся условий. И так как здесь мы включаем две пластины и мы в принципе полагаем как будет двигаться воздух, но в каждой конкретной точке мы не знаем как воздух с реагерностью насколько он нагреется действительно. В то же время общая картинка для нас вполне себе ясна и мысль и она может быть запроектирована. И в нашей системе такая же полевая история. Мы проектируем элемент, который как воздух, как молекула воздуха просто выпускается в пространство или помещается на оболочку и реагирует собственным способом и мы не можем подложить как каждый элемент среагирует в данном ситуации, но мы можем спрактировать общее состояние системы в разных ее в разных геопостасиях. И придем к каким-то примерам. Довольно опытный проект шейп-шифт шейп-шифт который использует электроактивный полимер электроактивный полимер электроактивный на основе порошка если я не ошибаюсь этот полимер работает в том, что когда создается электрический ралянс в лаборатории и после того, как она изготовится из нескольких слоев материала начинает реагировать на подачу электричества и верхние слои один слой сжимается другой остается в предпостоянии таким образом мы деформируем весь элемент сейчас мы дальше сделаем так и заготовим делаем для среди 2 1 3 1 4 4 3 5 6 6 6 7 7 11 7 22 22 24 Чем этот брендит, интересно, чем он будет сейчас упирать нашим? Тем, что... Вот, да. Здесь оно такое двоярье, что, да, он реагирует сам. Здесь нет механических... Он сам в себе, он эластичен. Он изменчив, т.е. не с помощью механика. Там нет механических пленок и качественных механических моторчиков. И сам материал изменяет свои свойства. И весь, груда, более слогический материал начинает изменить, формироваться. Но здесь мы его контролируем с помощью нашего действия, что мы ему подаем на дисшток. Т.е. таким образом мы создали такую... Здесь создается такая история, когда мы контролируем каждый элемент с помощью собственного, собственно, некого центрального компьютера. В то же время мы, условно говоря, можем немножечко систему упросить, и, условно говоря, придобавить каждой ячейке, подведя не один дешевый какой-то процессор и датчик, например, температур, который... Каждой ячейке будет сообщать, как она будет реагировать в каждый момент. Вот. Таким образом избавиться от большой компьютера. Вот. И придёмся снова, собственно, как стратегии проектировать. Таким образом мы здесь имеем... Да, здесь представлена, собственно, диаграмма как раз с того же проекта, который был показан с... 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 Навесом. А... Здесь видно, как работа... Каждый как элемент образован. Здесь видно, что... Здесь определённо существует вот это подобие. И когда каждый элемент, каждая ячейка, каждая клетка, эта структура, она немного отличается. И она зависит от того, как, во-первых, она вписана в общую... в общую геометрию, потому что она сопряжена с соседними ячейками. И... Но у неё есть собственные свойства. Здесь они свойства не меняются, потому что они... Здесь это не адаптивная история. А... Но здесь видно... Как раз очень хорошо видна вот этот... Тот самый... Цифровый морфигенез, который довольно-таки нам очень сильно интересен. А... Который позволяет с помощью алгоритмов создать... Создать... Сложную форму, сложно структуровать эту форму. В таком режиме, что у нас... Как бы... Каждый... Каждый... Один алгоритм... А... Влияет на то, как... Выглядит каждая... Один алгоритм на всё... Позволяет... Запрограммировать форму... А... И свойства каждой отдельной ячейки. А... Потому что она каждый раз находится в... В своих условиях. К ней приходит разная информация. В смысле... немного различна от других. Вот, собственно, этот опыт, который рассказывал Саша, в котором мы делали в Мексикенбурге, как, собственно, на точке тени, здесь есть тоже такой, здесь каждая ячейка получается, она индивидуальная, собственно, здесь стальные, у нас сделаны из листовой стали, и каждый метод различен, и что здесь интересно, здесь появляется еще один механизм довольно-таки, важно, это полиморфизм, в смысле, это когда здесь есть ячейки, которые смотрят наружу, есть ячейки, которые смотрят внутрь. Для конструкции это очень важная история, потому что нам это позволяет сделать такой узел с минимальным количеством соединений, плюс такое расположение элементов позволяет, шахматное расположение элементов, то есть наружу, внутрь, наружу, внутрь, позволяет и форму пирамидальную, сделать очень жесткую конструкцию в самом себе, которая не провальшится, с сказкой пирамидой работает на жесткость общей формы. и в определенном пределе. Этот проект для некого примера, как хочется видеть материю. в том случае, что если мы все, как бы, все проекты в ГУЭТУ видели, какие-то довольно-таки такие понятные формы, довольно-таки геометрические, то можно представить, если идти чуть дальше, и представлять именно как некую материю, как некий набор именно клеток, такое поле клеток, то можно себе представить структуру, которые будут, как в данном случае, работать с очень сложно, сами очень сложно структурированы, структурированы не каким-то геометрическим посылом, а через некую самоорганизацию будут формировать, не знаю, например, на наши перекрытия, наши стены, наши оболочки, которые мы создаем. Таким образом, что каждая зона этой оболочки будет изменяться и подчиняться довольно-таки большому количеству правил и реакциям от следы. Вообще-то, сам этот проект это такой бетон, который на самом деле получается, собственно, структурность его позволяет создавать очень легкую конструкцию, при этом очень хорошо продуваемую. Вот. И она создана из бетона, там, и составляется, баллонж с воздухом. И еще несколько, уже ближе к нам, это инсталляция Lotus, которая была создана в студии Родингарда, которая, вкратце, использует принцип биметалла, который мы будем в воршопе рассматривать. Здесь Родингард очень умело называет это пунной фольгой, не раскрывая секреты. Но, собственно, на самом деле показывает, как как раз это поле, двухмерное поле из элементов реагирует, и здесь даже здесь видно, как подсвечивается в красном, это, скорее всего, какой-нибудь нагревательный элемент, который просто нагревает много эту фольгу, и, собственно, фольга начинает, две пластинки начинают реагировать, расширяясь разной скоростью, то есть с разной интенсивностью, и тем такой обрадиент от раскрывшихся, нераскрывшихся элементов. И здесь у него довольно-таки интересное предпродолжение, он пытался представить, как это может быть выглядит, как некое здание. Это, естественно, арт-проект в большей степени, совсем в большей степени. Тоже как раз попытка представить, как это может быть вылезаться новая среда, которая автоматически реагирует на изменения в ближайшей среде. И вот еще один проект, который Blue Surface, в который тоже используется металл, можно назвать три металла, из-за три слоя. А как рассказали, что у них там использованы ники, марганцы и железо, то есть каждый слой, если они не поделись, как они создавали. Возможно. Возможно. И как раз есть видно, как конструкция создана паралитическим способом, где сложная форма, которая структурирована из разных элементов, из разных элементов, которые подобны друг другу, некая популяция элементов. И вот мы видим, как пришло солнце, нагрелось 80 градусов предмета, и начинают отгибаться пластины в тех местах, там, где появился нагрев. Таким образом получается некая реакция на окружение. И вот, собственно, начинается при подхватке и у нас каждый элемент, реагируя автономно, изменяет свойства всей структуры в целом. Ну, здесь можно сказать, как эта конструкция сама по себе сделана артитурно. Т.е. это некая сетка, причем в этой сетке, в тарс-тарс, это довольно похоже на шахматопорядке, выдвигаются точки, которые деформируют каждый элемент в своем направлении. И уже этот элемент состоит как раз из какого-то некого количества этих отгибающихся пластинок. В нашем случае это будет, собственно, там талл-аллюминий, это будет больше говорить, сказать ровно, это просто как бы такие два практикальных способа, к которым можно с этим обращаться именно абсолютно абстрактно. Т.е. когда у нас есть некий объементал, работает одним способом, что у нас есть две пластины, которые, каждая из пластин, которая расширяется по-разному, в зависимости от при одной температуре расширяется по-разному. одна не расширяется, лучше, чтобы не расширялась совсем, тогда расширяется сильно. Соответственно, при нагреве она начинает сгибаться, расширяется нижний пояс, и она сгибается наверх. Вот, нет, ну а если ты сейчас уже обсказываешь, мы сейчас по квадратам я скажу, просто так скорее с поширой возьмем эту тарситуру кема. таким образом мы имеем такой способ работы с элементом. Второй способ это когда у нас есть один уже материал, то есть не металл, но зафиксированный между двумя элементами он будет просто выгибаться в определенной сторону. Но это очень абстрактное как бы мы в процессе проектирования надеюсь мы начнем делать что-то более интересное и найдем какие-то способы из этого выйдем другие. А в конце я просто хотел показать некую инсталляцию, которая тоже климатическая, она очень очень самая красивая по себе по идее реализации это Ачим Мегли с Стефаном Ричботом это тоже климатическая история, но она связана уже не с температурами, а с влажностью и здесь ячейки при изменении начинают деформироваться при при изменении влажности при увеличении они раскрываются при сыхании они сжимаются здесь главный принцип это самый элемент сделан из деревянного который так как у него при изменении влажности у него свои свойства в разных осях разные таким образом, что при влажность расширяется в одном направлении и начинает загибаться на такое скорее отступление понятно что можно работать по-разному и собственно все на этом лекция обступительная если какие-то вопросы есть то задавайте если вопросов не будет то мы еще будем говорить в процессе видео было спасибо всем и все до 年 фич ample от зап它 Продолжение следует...